Николай Заболоцкий, старая актриса. В позолоченной комнате стиля ампир, где шнурками затянуты кресла, театральные Москвы, позабытый кумир и владычица наша воскресла. В затрапезе, похоже, она нащегла, в три погибели скорчилось тело. А ведь, Боже, какая актриса была! И какими умами владела! Что-то было не здешнее в каждой черте этой женщины, юной и стройной, и лежал на тревожной ее красоте отпечаток Италии знойной. Ныне домик ее превратился в музей, где жива ее прежняя слава, где старуха подчас удивляет друзей своевольем капризного нрава. Орденов ей званий немало дано, и она пребывает в надежде, что красе ее вечно сиять суждено в этом доме, как некогда прежде. Здесь картины, портреты, альбомы, венки, здесь дыхание южных растений, и они ее образ годам вопреки сохранят для иных поколений. И не важно, не важно, что в дальнем углу, в полутемном и низком подвале бесприютная девочка спит на полу на тряпичном своем одеяле. Здесь у тетки актрисы из милости ей предоставлена нынче квартира. Здесь она выбивает ковры у дверей, пыль и плесень стирает с ампира. И когда ее старая тетка бронит и считает, и прячет монеты, о, с каким удивлением ребенок глядит на прекрасные эти портреты. Разве девочка может понять до конца, почему, поражая нам чувства, поднимает над миром такие сердца неразумная сила искусства. 1956 год.